Заряженная версия этой машины, как ни странно, появилась раньше, чем версия Lite. И все-таки вот она, пусть и с опозданием почти на год. Так что здесь мы имеем дело с попыткой и наверняка удачной попыткой создать этакий экономичный и экономный суперкар. Суперкар для тех, кто очень хочет казаться, может быть даже быть, но при этом очень любит считать деньги. Между прочим, в истории Porsche подобные попытки уже предпринимались. Достаточно вспомнить модель 912, это четырехцилиндровый 911, или модель 914, которая и вовсе называлась Volkswagen Porsche. Маленькая машинка со среднерасположенным мотором. Кстати, здесь двигатель тоже лежит посредине. У Каймана С мотор, естественно, на том же месте, но там 3,4, а здесь всего-то 2,7. И создатели утверждают, что этот 250-сильный агрегат кушает всего лишь 9 с небольшим литров бензина на 100 километров пробега. Верится с трудом. Впрочем, что гадать, когда можно проверять, тем более, что машинка-то сегодня на целый день в нашем распоряжении. Кстати, для начала напомним, с чего все начиналось. Начиналось все с платформы Porsche Boxster. Двухместного Родстера с центрально расположенным мотором. Среднемоторный Родстер Boxster увидел свет в 1999 году. И на тот момент, и сейчас, это самый доступный в Поршевской линейке автомобиль. Но вместе с тем, куда более оптимальная развесовка, благодаря мотору, расположенному в базе, несколько выделяет Boxster из остального семейства легковых штутбернских спорткаров. Ведь если для правильного пилотажа классического Porsche с мотором, висящим за задней осью, нужно всегда помнить о том, что передок машины разгружен, и в поворотах, если ничего не предпринимать, автомобиль активно поедет сначала наружу, а затем недостаточная поворачиваемость обернется избыточной, вплоть до заноса, то с Boxster все проще. Его управляемость можно вообще назвать почти эталонной. Что и отмечали и мы, и наши коллеги во время первого знакомства с тогда еще новой машиной. А еще мы сделали забавное наблюдение по поводу реакции общественности на появление Boxster. Оно, кстати, напрямую относится и к Кайману. Так вот, те, кто никогда себе не сможет позволить никакой Porsche, называл Boxster, читай, Кайман, Porsche для бедных или для тех, кто на последние деньги хочет пролезть в высший свет. Но вот любой владелец куда более дорогих и мощных Porsche относится к Boxster и к Кайману с большим уважением, полагая, что именно с этих машин начинается любовь к весьма специфичным автомобилям из Штунгарта. Любовь, которая не проходит и не лечится. И человек, купивший себе Boxster, обязательно когда-нибудь пересядет на Carrera или на Turbo. И так прошло 6 лет. Сам Boxster пережил рестайлинг и чуть позже обзавелся жесткой крышей. Так родилась новая модель Кайман. Но моторы остались те же. Шестицилиндровые оппозитники в 2700 кубов и 240 сил для обычной версии и в 3200 кубов и 280 сил для версии S. Правда, для Каймана S его объем еще увеличили на 200 кубов, а мощность подскочила до 294 лошадок. Но сейчас в наших руках более демократичная машина. Кайман безо всяких дополнительных аббревиатур. Итак, кое-какие цифры. Двигатель. 6 цилиндров. Оппозитник. Объем 2687 кубических сантиметров. Максимальный крутящий момент 270 ньютонов на метр. Он достигается на 4800 оборотах в минуту. Максимальные обороты 6400 в минуту. Разгон до 100 км в час занимает 6,1 секунды. Снаряженная масса автомобиля 1310 килограммов. В принципе, все очень напоминает боксер. Однако сказать, что Кайман это боксер с крышей, значит погрешить против истины. Потому что автомобиль это во многом самобытный. И несмотря на то, что проект Кайман, в общем-то, проект бюджетный, это настоящий суперкар, только маленький. Здесь все, как у больших пожирателей десятков литров высококтанового бензина и сотен или тысяч миль автобанов. Послушайте хотя бы, как он звучит, как настроен этот выхлоп. А с каким звуком включаются передачи. Это практически гоночное клацанье. Это практически винтовочный затвор. И попробуем выстрелить. И вот тут у нас начинаются первые проблемы. И связаны они именно с переключением передач. Рычаг довольно длинноходный. Из-за этого я уже два раза ошибаюсь с выбором передачи. Видимо, это вопрос привычки. И не более того. Требует некого привыкания рулевое управление. Традиционно на Порше ставят руль несколько большего, чем сегодня принято диаметром. Но со своим уставом в чужой монастырь не ходят. И традиция вещь великая. Но не хватает вот этому рулю, я имею в виду конкретно ситуацию с Кайманом. Не хватает этому рулю некой остроты. Причем, если на небольшой скорости, в городской толчье, все в порядке. Если при медленных, пологих перестроениях на автобанах тоже не возникает никаких проблем. Но вот уже на горной дорожке хочется, чтобы передаточное число рулевого механизма было бы все-таки поменьше. Впрочем, не будем забывать, что Кайман это суперкар-подросток. А подросткам, пусть даже таким серьезным, им свойственна все-таки некая расхлябанность, в отличие от взрослых. А с другой стороны, давайте подумаем. А нужен ли человеку, который покупает первый в жизни серьезный спортивный автомобиль, человеку, который еще вчера ездил на каком-нибудь семейном седании, а то и вовсе на малолитражке, вот этот острый руль, эти безумные ускорения, которые вдавливают в кресло, и от которых на доли секунды теряешь рассудок и зрение. Кайман, между прочим, без буквы «С», набирает сотню за 6,1 секунды. Это так значится в технических данных. Много это или мало. Разумеется, на фоне настоящих монстров гран-туризму, это цифры просто смешные. Но подумайте, много ли вы увидите вокруг себя на улице автомобилей, способных развить такую упрыть? Ведь в данном конкретном месте, в данное конкретное время, вы в 99% случаев все равно окажетесь самым быстрым. Вы все равно окажетесь королем песочницы, если вдруг, конечно, не появится, как вот сейчас, такой вот парень на бледно-голубом гольярда. Странный выбор цвета. Но вернется к тем самым, к тем самым потенциальным покупателям этой штучки. Им в помощь, в большую помощь, электроника, которая очень неплохо справляется с водительскими ошибками. Да, ее можно отключить, кстати, до конца она все равно не отключается. Но, с другой стороны, здесь есть электронные системы, которые позволят человеку, даже имеющему минимальные драйверские навыки, почувствуют себя за рулем, ну, практически кольцевого гоночного автомобиля. К специальной кнопочке мы можем увеличить жесткость амортизаторов. Причем, в отличие от некоторых других подобных систем, как, скажем, на новой Audi TT, где ее эффективность, в общем, несколько сомнительна. Здесь действительно автомобиль превращается в настоящий карт. Это просто табуретка, лишенная какой-либо подвески, в принципе. А с другой кнопочкой, спорт, мы не только увеличиваем, радикально увеличиваем жесткость подвески, но еще и перенастраиваем работу двигателя, который начинает кушать бензин с гораздо большим аппетитом. Кстати, расходят топлива. 14,9 литра показывает мне бортовой компьютер. Где они те? 9,1. Видимо, эти показатели были достигнуты в каких-то просто идеальных условиях. Фантазии на тему экономности своих автомобилей грешат не только люди из Porsche. Но вот если продолжить тему других производителей, подумать о конкурентах, о конкурентах вот этого Каймана, то, наверное, вот как раз упоминавшиеся нами Audi TT здесь не лучший соперник. Можно вспомнить еще 300-сильный Nissan 350Z и Chrysler Crossfire в версии SRT. Целых 335 сил. И это будет уже теплее. Nissan 350Z – идеальный спорткар для начинающих. Его реакции хорошо прогнозируются, а электроника вмешивается тогда, когда водитель уже успеет получить свою дозу адреналина, сорвав машину в занос. Но не позже. Правда, при этом Nissan выглядит более игрушечным, более эпатажным, чем Porsche. В нем больше тачки, чем машины, если говорить об имидже. И еще Nissan почти на 20 тысяч дешевле Каймана. Chrysler, повторимся в версии SRT, помощнее Porsche будет. Здесь тоже задний привод, и агрессии хоть отбавляй. Кстати, Porsche-вцы позаимствовали у Chrysler одну пижонскую фишку – задний спойлер. Нет, собственно, сам спойлер, который выдвигается автоматически на скорости 120 км в час и убирается, когда скорость падает до 80, замечательная вещь и вполне утилитарная. Но вот беда. И американцы, и немцы поставили кнопочку, которой можно эту штучку выдвинуть принудительно, хоть на стоянке. Видимо, для мальчиков, испытывающих определенные комплексы. На эпатажном Chrysler это выглядит еще туда-сюда. Ну, машина такая. Не только для того, чтобы быть, но и чтобы казаться. Но для Porsche подобная дешевка – это перебор. И еще. Даже самый мощный Crossfire все равно дешевле самого слабого Каймана. На десятку. Ну, а кроме того, при всем уважении и к Nissan, и к Chrysler, а едут обе машины замечательно, они все равно лишены поршевской харизмы. Так что реальный конкурент, который приходит на ум, один. BMW Z4 Coupé с трехлитровым 265-сильным мотором. Да, при том, что Кайман на 20 кило тяжелее, поварится еще и мощнее на 15 сил. Но поверьте, нутром чуем – это равные соперники. И мы эту свою интуицию постараемся в ближайшее время подтвердить практикой. Подтвердить. Тем более, что серийный выпуск Кайманов уже начинается, и первые автомобили отправились к дилерам. Кстати, во время этой встречи и мы, и водитель автовоза были в равной степени приятно удивлены.